В парке семейных деревьев буквально на глазах вырастают полтысячи саженцев рябины и граба. Здесь трудятся депутаты и руководство города. Игорь Кисель отмечает, независимо от статуса и профессии, поработать вместе на благо малой родины откликается каждый второй житель. Зима уже закончилась и действительно каждый год мы наводим порядок и проводим городской субботник. И сегодня тому подтверждение, что мы продолжаем садить в этой микрозоне деревья, это семейный парк у нас. Я вспоминаю свое детство, когда я учился в школе, 10-й, 9-й класс, мы сажали сосны. И сегодня приезжая в ту местность, где мы сажали деревья, там лес. Лес, причем большой лес, большие уже деревья, грибы растут. Поэтому, безусловно, та работа, которая проводится сегодня, это работа на будущее. За кисточки игра в Блинаминской берутся не только сотрудники ЖЭУ, но и простые жильцы. Трудятся и взрослые, и дети. Одни красят входные двери, другие сажают кусты, третьи собирают в мешки мусор. В обручании уверены, чистый город и ухоженный двор – дело каждого. Кстати, скоро здесь появится современный комплекс. Малыши точно оценят. В летний период будет установлена детская игровая площадка на этой придомовой территории. У нас договоренность с жильцами, что мы данную площадку, как бы и вид данной площадки, и размещение данной площадки на дворовой территории вместе будем рассматривать. Мы развесили объявление, собрали собрание. Решили, что да, действительно нам необходимо вначале убрать нашу всю территорию, чтобы сделать это все красиво. Жильцы согласились, кто-то откликнулся, закупили краску. Присоединяются генеральные уборки и сотрудники Белшины. Прилегающую территорию убирают свыше 300 человек. Специалисты ремонтно-строительного цеха обновляют фасад остановки на Минском шоссе. Субботник объединяет также коллективы медиков, учителей, инженеров, строителей и водителей. Чище становится лесопарковая зона в районе БЦБ и Киселевичах. Собрались с молодежью 21-й школы, членов БРСМ. Это 9-11 классы, которые проявили инициативу сегодня и гражданскую позицию. Вышли на улицы, чтобы привести в порядок нашу родину, чтобы нам было самим приятно здесь ходить, жить, учиться. Сегодня прекрасный день, солнышко. И в такую погоду приятно собраться с такой хорошей компанией вместе. Считаю, что убирать город – это очень хорошее дело, чтобы все было чище, экология была лучше. Ну и в целом, чтобы было приятнее ходить, гулять и наслаждаться видами такими красивыми. В преддверии Дня Победы внимание уделяют и наведению порядка в местах боевой и воинской славы. Сама же генеральная весенняя уборка – одна из лучших советских традиций, которую в суверенной Беларуси не просто сохранили, но и вложили в неё особый смысл. Республиканский субботник пройдёт уже 22 апреля, а значит, есть хороший повод сплотиться и сделать доброе дело.